На пару дней Могилёв перетворился в спортивную столицу. Тут пройшла 27-я Республиканская Галиновая Спартакеяда Министерства финансов Республики Беларусь. Узнагороды переможцам уручил министр финансов Республики Беларусь. У финальный день 27-й Республиканской Галиновой Спартакеяда Министерства финансов Республики Беларусь пройшли завершальное поборництвы по мини-футболе. На плядце у цифутбольного клуба Днепр Могилёв выращалась. Кто ж станет командой переможцам на трибунах Горача? Так как болеем мы, команда Минфинбюро, наверное, никто не болеет. Мы уважаем тоже соперников-болельщиков, но на самом деле мы очень волнуемся, вот как за родных. И поэтому, наверное, мы всегда побеждаем. Упыльненную перемогу отрымала команда Министерства финансов и Белорусского бюро по транспортным страхованиям. Для команды это не первая перемога, на что годовой республиканской спартакеяди финансистов. Готовились, год готовились к этому, регулярно тренировались. Болельщиков сегодня много с нами, руководство, поэтому доставили, надеюсь, замечательные положительные эмоции всем, ну и в первую очередь себе. Тымчасом у спортивном комплексе «Олимпийц» ишла боротьба за первое место по волейболе. За первенство взмахались команды Минфин и ИВЦ Минфина. Бронзовые медали спартакеяды забрали волейболистки из Витебской области. Золотую медаль забрала команда Минфин. Мы побеждали в прошлом году, позапрошлом году в волейболе. Ну и первое место тоже занимали общекомандные на спартакеяди. То есть это традиция, да, для вашей команды? Ну, теперь уже да. Мне кажется, за этими победами стоит эта сплоченность команды, то, что каждый держится друг за друга и каждый друг другу помогает. Нет такого, что кто-то отворачивается и пытается уйти. Все помогают друг другу и за счет этого получается вот такой результат. На урочистом закрытии республиканской голеновой спартакеяды финансистов у знагороды пероможцам и призерам уручил министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстау. Те финансовые вложения, которые вкладываются в спорт, которые, значит, связаны непосредственно с этим, их надо видеть воочию. И когда люди готовятся, тренируются, встречаются, общаются, посещают эти замечательные объекты, это уже сплачивает. Плюсы, конечно, надо стремиться не только в работе к лучшему, но и, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому, конечно, это необходимо. У алгульным командным залику первое место заняла команда Министерства финансов и Белорусского бюро по транспортным страхованиям. Другое место забрала команда Витебской в области, а третье место у команды из Гомельской в области. В наступном годе республиканскую спартакеяду финансистов примет город Минск. Ганна Петрова-Куминская, Виталя Ляксейнка. Новины региона.